Наши лабораторные по поводу реставрации, это в кавычках, после того как мы воспользовались инструментарием, который позволяет нам работать с инструментами клонирования, вот допустим мы отсканировали кучку фотографий, которые располагаются на одном документе. Для того, чтобы их как-то разделить, мы можем использовать несколько методов. Один метод нам позволяет если в нашем документе всего лишь одна часть изображения, нам нужно избавиться от всего остального, оставить только эту часть изображения, мы можем воспользоваться инструментом, который называется гордой рамкой, выделить этой рамкой то, что необходимо, а можно еще повращать, вынеся курсор мышки за габаритную эту рамочку, а все что там есть, и грубо говоря двойным щелчком или стрелкой сверху, или энтером, а все это дело отсеять. Это вот один из вариантов. Вариант, когда нам с вами необходимо использовать все изображения, их разделить на разные запчасти, ну это тоже достаточно понятно, вы выделяете ctrl-c, копируется в буфер, когда ctrl-n новый документ создаете, на основе изображение, которое находится в буфере обмена, у вас создается пустой документ, вы нажимаете ctrl-v и вставляете изображение в пустой холст. Дальше вы используете команду вращения изображения, изображение вращения на 90 градусов в любую сторону, ну не в любую сторону, а в ту сторону, которая вам необходима, конечно же. Вот, и таким вот образом вы можете разделить, выделяв необходимые части изображений, ctrl-c, ctrl-n, ctrl-v, берете рамку, подкручиваете ее под пропорции необходимые. Тэп по нижнему краю, пытаюсь это дело сделать как-то, а тут вот эта часть слева тоже не нужна, то есть справа, да и снизу там, если необходимо сделать рамку в конце концов какую-то, мы всегда сможем сами это все сделать. Вот, у меня тут гоночные автомобили летают вокруг, в лесу-то, где же еще летать? Соответственно у нас с вами есть изображение. А если вы откроете методичку, там вкратце описан алгоритм, с помощью которого мы создаем алгоритм достаточно простой. Мы берем первым пунктом, получаем... ой, какой интересный шрифт. Интересный, мы с вами получаем откуда-то изображение. Изображение должно быть определенного качества. Изображение должно быть у нас с вами определенного качества. Так, и шрифт какой-то мне тут открутил. кроме меня тут никого нет, значит это был я. Значит, получение изображения, техническая его обработка. Мы с вами знаем, что во время сканирования нужно выбрать хотя бы вот такое вот разрешение, то есть количество точек на единицу длины. Если вы используете сканер, то желательно, чтобы у нас с вами было хотя бы 300 точек на делаем. Point Perinch, если переводить с английского языка. Вот такая вот прелесть. Так, я немножко пару лишних окон у себя позакрываю, которые мне тут мешают. Что нам необходимо дальше сделать? Ну, с моей точки зрения, у большинства старых изображений есть масса различных дефектов. Дефекты могут быть, вот здесь мы наблюдаем, какое-то размытие, какие-то пятна желтые, там не желтые, сиреневые, фиолетовые. То есть фотография могла выцвести. Фотография потеряла яркость, контрастность изображения. Кто-то там пролил кетчуп или еще что-то. И это те дефекты, с которыми мы с вами должны будем поработать. Для того, чтобы видеть то, что на изображении находится, чтобы наши с вами элементы фотографии были более четкими, необходимо, с моей точки зрения, поработать с тоновой коррекцией, поработать с контрастным изображением, с яркостью. Тогда элементы фотографии станут четче поработать с резкостью. А поэтому вторым пунктом у меня здесь, в общем-то, будет новая коррекция. Яркость. Контраст плюс резкость. Ну, я это все в одну кучу позакидывал. И что за тоновая коррекция? О чем идет речь? Используем команду изображения коррекция уровней. Комбинация клавиш Ctrl L. На английском языке, естественно. Что мы увидим в распределении гистограммы яркости? Ну, здесь показаны снизу под гистограммой три сердечка. Это черная, белая и серая. Черная – это индикатор черного. Белый индикатор, белая, серая – это полутона. С помощью полутонов вы можете поработать над яркостью, освещенностью изображения. Вот, давайте посмотрим, что у нас присутствует на этом изображении. Что можно увидеть по этой гистограмме? Если гистограмма не касается здесь белого сердца, это означает, что на фотографии белого цвета нет. Что можно сделать? Мы можем взять белое сердечко, подтащить к началу гистограммы. То есть, насильно сделав этот серенький цвет, сказав, что это белый цвет. Ну, здесь немножко может тоже что-то подрегулировать. Вот, какие-то части изображения стали видны более четко, а какие-то части изображения, наоборот, стали более темными. Что это означает? Это означает, что, скорее всего, придется делать частичную коррекцию в различных областях нашей фотографии. Там, где она излишне засветится, чем она, возможно, необходимо будет поменять на более темную. Там, где излишне затемнена часть, наоборот. Что для этого нужно сделать? Ну, все достаточно просто. Вы должны выделить ту часть, с которой вы планируете работать, и обработать соответствующим образом, для того, чтобы здесь эти части были более видны. Опять-таки, посмотрите, какую я совершил очередную ошибку. Я выделил, и это выделение, оно выглядит достаточно четким. То есть, представьте себе, если бы вы начали на лице делать таким образом коррекцию яркости изображения, у вас бы лицо состояло из разноцветных по яркости лоскутов. То есть, у вас бы получился франкенштейн. Что нужно для того, чтобы франкенштейн не получался? Совершенно верно. Когда вы используете инструменты, у вас есть такой интересный параметр, как растушевка. Главный переход в прозрачность заданной толщины по границе. Вот вы использовали большую достаточно растушевку, и эффект будет применяться плавно в этой части. У вас не будет, если вы используете при выделении большую растушевку, у вас этот переход не будет настолько виден, настолько сильно продемонстрирован. Таким вот образом, вы достаточно легко и просто сможете делать коррекции в нужных частях изображения. Что у нас здесь еще присутствует? Понятно, как работать с гистограммкой. Снизу есть палочка, которая позволяет выкинуть, например, черные цвета из изображения. Вот, допустим, бас-бас-бас, этих цветов не будет. Но этим нужно пользоваться аккуратно. Почему? Потому что теряется контраст. Чем больше оттенков вы отсюда убираете, тем больше, в общем-то, этот контраст будет теряться. Поэтому не увлекайтесь. Ну, понятно, белое сердечко, наоборот, будет убирать белый цвет. Если мы с вами это дело поменяем местами, мы получим вот такой вот эффект негатива. Но он нам с вами не нужен. Что хорошего в этой команде есть, как и в большинстве других команд, это я вам ручной вариант работы показал. Есть вариант, скажем так, полуавтоматический, когда мы с вами используем пипетки. Давайте я еще раз воспользуюсь вот этими хомячками, чтобы на них проработать что-то. Вот давайте воспользуемся полуавтоматическим методом. Значит, три пипетки, черная, белая, серая. Черная пипетка, черной пипеткой вы указываете то, что на изображении должно быть черным. Если честно, я в данном случае сильно затрудняюсь сказать, что тут должно быть черным. Ладно, пусть у этой девушки второй платье должно быть черным. Берете белую пипетку и говорите, что вот эта девушка, наоборот, в белом платье. То есть, это белый оттенок. Вот. Вот по двум точкам вы произвели коррекцию. По черным и по белым. Ну, просто пример неудачный получился у меня. И берем, допустим, среднюю пипетку, это оттенки серого. Ну, допустим, вот это у нас серый цвет. Серым цветом можно назначить и вот этот элемент. И вот эта вот тень, которая там находится. Можно попытаться что-то там подергать. Это был метод полуавтоматический. Есть автоматический. Вы просто нажимаете на галочку авто. И галочка авто демонстрирует, по мнению фотошопа, то, что должно получаться. В общем-то. Ну, по моему мнению, лучше было бы как-то вот так. Ну, опять-таки, на цвет и вкус. На вкус и цвет, значит, сами понимаете. Вот. Значит, посмотрели, как работает инструмент «Кривые». У нас с вами есть задача, если на изображении присутствуют какие-то... Так, ну, это цветное. Контраст тоже улучшается. Можно попробовать команду обесцвечивания еще раз. И на этой фотографии, как мне кажется, то, что получается, выглядит довольно неплохо. Вот. Это второй пункт. Яркость, контраст, резкость. По поводу резкости в фотошопе присутствуют различные подпрограммы, которые программисты для расширения его возможностей дописывают. Эти подпрограммы в фотошопе называются фильтры. А, соответственно, есть набор стандартных фильтров, которые присутствуют во всех версиях фотошопа. И тут мы с вами увидим, что один из них называется... Что я там искал? А, резкость. Усиление резкости. Значит, есть умная, контурная резкость, резкость на краях и так далее. Вы можете выбрать, в общем-то, любую резкость. И посмотреть, как этот эффект работает. Есть базовая кнопка в процентном соотношении, которые усиливают эффекты, и дополнительные, которые позволяют тонко настраивать этот эффект. Конечно, если у вас размытое изображение через чушь, что бы тут не делали, вы не получите из пятна пролетающей кометы резкое изображение со всеми гранями и границами. Но если у вас чуть-чуть размытое изображение, чуть-чуть резче сделать, с помощью этих команд становится возможным. Становится возможным. А бывает другой вариант, когда изображение излишне резкое, состоит как бы из таких крапинок, излишней пикселизации. Это позволяет убрать отображение гаусса, пожалуйста. В общем-то, можно размыть полностью. Получатся плямы такие вот. И, в принципе, как интересный эффект, можно взять, чтобы был эффект линзы, выделить вот эту часть, ее в новый слой, и применить, например, фильтр размытия конкретно к вот этой частичке. Вот я перебрал. И можно устроить для этой частички, например, вот такое вот тиснение с тенью. Так, с тенью. У меня что-то тут? Голоды какие-то. Размах тени чересчур. Во! То есть, вот такая штука получается, как вы видите. Похожа на линзу. Ну, интересный эффект. Никакого отношения к реставрации, конечно, не иметь. Прошу прощения, отвлекся. Вот. Значит, есть фильтры, которые работают с резкостью. Есть фильтры, которые работают с размытием. В пункте меню шум есть штука, которая работает с устранением пыли и царапин. Она называется пыли и царапина. Не совсем правильно называется. Наоборот, эта штука пытается от них избавиться. Мелкую пыль и мелкие царапины. Если увеличиваешь, то у нас получается, что она работает примерно как инструмент размытия. То есть, ей нельзя, как называется, перебарщивать. Увлекаться этой штукой не стоит. Но, видите, если пощелкать включением-отключением предварительного просмотра этого инструмента, вы увидите, насколько много мелких царапин он позволяет устранять. Вот, это у нас была вторая часть, о которой я вам что-то порассказывал. Третья часть у нас с вами заключается в том, что мы с вами предупредим изображение. Устраняя дефекты пыли и царапины, поскольку мы уже знаем, что это пыль и царапины, берем там инструмент какое-нибудь клонирование, чего-нибудь, заклонируем ту часть, которая там была лишняя, в смысле, в которой что-то нехорошее тут плодилось, убираем таким образом. Ну, это и заплатка, и мы, конечно, штампами работаем. Основной инструмент все равно это ручной инструмент, это штамп. Тут вот, когда у вас это все находится внутри самого изображения, то вот, конечно, бороду нужно наращивать инструментом штамп. Потому что он может хуже сделать остальные инструменты. Ну и тут, в принципе, штампом можно было это дело пробежать, а не тем, чем я вам показал. Так. Транно работает. Режим наложения. Транно, что-то вот так. Вот. Значит, вернемся к цветному изображению. Значит, тут, как работать, тоже. Во-первых, разобрались с освещенностью под себя, каждый подобрал. Во-вторых, разобрались с капустой, с вот этой вот. Понятное дело, тут в некоторых случаях придется увеличивать изображение для того, чтобы в общем, там дело кропотливое, чтобы хорошо получилось, нужно посидеть. Нам просто для того, чтобы мы ознакомились примерно с инструментарием, этого хватает. Так, с травой то же самое, хотя там есть отдельный документ, который называется «Зеленая трава», на которую лучше эту девушку пересадить, чтобы с травой, в общем-то, ерунда не заниматься. Но я на всякий случай займусь. Поэтому вот немножечко вам тут покажу, как это все работает. Есть несколько вариантов устранения дефекта, отсутствия плеча. Один из вариантов, когда мы с вами берем инструмент какой-нибудь, который нам ограничит воздействие, тот же штамп можно взять. И вот, в принципе, куда угодно можно схватить эту часть складок и попытаться ее там, так сказать, проштальповать. Но опять-таки, желательно было, наверное, работать на определенном слое, для того, чтобы мы могли потом как-то с этим слоем взаимодействовать. И, естественно, выделение должно было быть пушистым на несколько пикселей, потому что иначе у меня получилась чересчур жесткая, так, что резинка не так выбралась. Жесткость 0, вот, то есть можно попытаться потом резиночкой немножко, так что она у меня опять не работает. А, опять резинка не та, что такое? Инструмент ластик. В чем дело? Так, работает. Как только я меняю жесткость, у меня что-то происходит. Непонятно. Ну, в общем, обработать, сделать более мягкие эти штуки. Вариантов здесь масса. Один из, так, один из вариантов это использовать. Эти части, другой из вариантов это продублировать. Если у вас объект симметричный, то можно поступить иначе. Можно взять просто с левой стороны вот это плечо. С правой стороны, прошу прощения. Его контр-С, контр-В отразить по горизонтали, повернуть, как там необходимо. Покласть куда надо. Опять-таки, тоже резинкой. У меня пушистая наконец-то стала эта резинка. И, значит, тут доработать так, чтобы она выглядела там, где нужно. То есть, и на тот, и другой вариант нужно некоторое время потратить. Вот такая вот прелесть. Я это дело слеплю все вместе. И дальше, после того, как вы устраните все дефекты, которые там есть, я этим сейчас заниматься не буду, нам, может быть, захочется побаловаться в плане того, что вот поменять оттенки. Если это изображение изначально было черно-белым, то, в принципе, на этом все и заканчивается. Так, я это дело сдублировал в отдельный слой комбинации клавиш CTRL-C, CTRL-V или CTRL-J. То и другое у нас как бы возможно. Так, CTRL-J. Что еще у нас есть? У нас есть шкарпетки. Их две штуки. То есть, можно выделить одним выделением. Он тоже касается частей тела, которые там есть. Так, что такое? Слой не тот. Так, вот у нас скарпетки отдельным слоем. И части тела тоже можно выделить, если нужно поменять оттенки для этого. У нас есть. Желательно их одновременно редактировать, чтобы у вас не получилось руки какого-то зеленого гуманоида, лицо негра, а ноги белой девушки. Вот такое, конечно, может быть и встречается, но очень редко. Поэтому я рекомендую все части, которые должны примерно соответствовать одному оттенку, их все вместе выделить в отдельный слой. таким образом у нас в палитре слоев есть такой вот суповой набор из различных запчастей, с которыми мы же можем быстро проработать. В каком плане? Ну, например, если необходимо, цвет кофточки поменять, контр-ю, команда, изображение, коррекция, цветовой тон, насыщенность. состоит из трех ползунков. Первый ползунок у нас меняет все цвета по порядку, второй ползунок позволяет у нас с вами задавать насыщенность, третий работает с яркостью этого дела. Соответственно, выбирая каждый из элементов, нажимая контр-ю и задавая там какие-то цвета и оттенки, можно попытаться вот что-то здесь поменять, если это нужно. Вот, например, мы можем побаловаться, сделать та петилка, что я промазал. Вот у нас подружка Халка будет, да? Ну, я как бы просто, чтобы вам показать, зачем я разбиваю эти все элементы. Можно здесь побаловаться, сделав беленькие носочки вот такие. Вот, ну, понятно, что немножко не в тему реставрации, но тем не менее. Это был последний пункт, который делается после того, как мы это все цветовая коррекция, делается, если вам необходимо, если вы работали изначально с цветным изображением, черно-белым, то есть, точнее говоря, грызг в оттенках серого, то, конечно, этого делать, возможно, не требуется. Хотя у нас с вами бывает задача, когда необходимо раскрасить изображение, которое было изначально черно-белым. что нам для этого может помочь. Как говорится, тут уже ничто не поможет, но мы попробуем, попробуем, попробуем. понятно, надо выделить по-человечески было. У нас есть команда Ctrl-U, и вы заметите, что она не особо как-то вот тут что-то меняет, когда мы работаем на сером изображении сером. Как мы тут этот ползунок не шебуршим, по насыщенности краски что-то никак не работает. Если такая штука у нас происходит, для того, чтобы раскрасывать черно-белое изображение, нам понадобится кнопочка тонирования. Вы активируете кнопочку тонирования, и насильно вы получаете создаете оттенок для всего этого элемента. Дело в том, что насыщенность она у нас отдельно когда работает команда Ctrl-U, она дает цветовой сдвиг. Поскольку тут серый цвет, тут цветового сдвига у нас с вами не получается. Двигаться нам особо некуда сдвигаться. вот где бывают цветовые сдвиги. я по-быстрому тоже это дело покажу. то есть мы занимаемся вот такой стрёмной штукой. Цветовые сдвиги у нас с вами бывают, если мы допустим на речке сделали фотографию. Сейчас я ее откуда-нибудь достану какую-нибудь на речку. Несмотря на то, что техника у нас достаточно мощная, по-прежнему бывает, когда мы делаем фотографии, различные варианты смещения цвета. Различные варианты смещения цвета. Например, вы сфотографировали изображение какое-то и у вас облака и вода вместо того, чтобы быть синими, казались зелеными. Такой цветовой сдвиг он как бы бывает. Ничего страшного. Так вот, команда Counter-View позволяет простым вот таким небольшим движением поменять весь цветовой сдвиг. Возможно, этот цветовой сдвиг полностью распространяется на все изображение, поэтому у вас смещаются все оттенки изображения в соответствии с тем, какой цвет идет один за другим. Это один вариант использования. Второй вариант, если что-то сдвинулось только в определенной зоне, то, естественно, вот, посмотрите, у нас все цветет красненькое, вот у нас марсианский пейзаж получился, вот у нас еще один из вариантов этого пейзажа. В зависимости от того, как мы распорядимся этим всем делом, можно убрать насыщенность, получится изображение в оттенках серого. Вот, то есть, как убирать смещение, вы примерно поняли, инструментарий по коррекции цвета здесь достаточно громадный, и я, конечно, пересказать весь не собираюсь по этому поводу. Вот, я надеюсь, что вы что-нибудь выберете, возможно, работать собственным изображением, которое у вас там есть, возможно, у вас есть какие-то поврежденные изображения, которые вы хотели бы восстановить, вы их можете сфоткать и использовать. А если у вас нет времени раздумывать, пожалуйста, пользуйтесь изображениями, которые у нас здесь в папочке находятся для реставрации. Там есть куча разнообразных вещей. А, ну, я обычно еще показывал довольно вещь, которая раньше была распространена, сейчас уже меньше распространена, благодаря тому, что техника наша очень сильно вперед бежит, 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 бежит. Бывая, был такой вот дефект когда-то красный глаз, пожалуйста, есть инструмент, он у нас, где он у нас, он у нас, что-то не вижу, замена цвета, инструмент, красные глаза, в штампах, не в штампах, в заплатках. Просто выделяете этим инструментом и гасите эти вампирские вещи. Ну, в общем, как этот инструмент работает, уже понятно. Находите красную штуку, и он на ней оставляет темное пятно, вот такое. Ну, тем не менее, как бы, тоже выход из ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!